Праздник красок, спортивные состязания и выступления рок-музыкантов в Новоалексеевском отметили День Села. Ему исполнилось 217 лет. О прошлом, настоящем и будущем Новоалексеевке Евгения Чарсова. Игры, песни и спортивные состязания, словно большая и дружная семья, Новоалексеевцы отмечают День Села. Ёлочки, пенёчки, пенёчки, ёлочки, ёлочки, ёлочки. Новоалексеевское было основано при речке Решётка в 1800 году и называлось Новые Решёты. С первых лет существования село стало воротами в Сибирь. Через деревню проезжали и проходили почти все, кто по воле-неволе отправлялся в Сибирь. В 1850 году село сменило название. Произошло это, когда построили на горе храм. И он был назван в честь Алексея Человека Божьего. После этого уже село стало называться Новоалексеевым. И храм как раз здесь стоял, на этом месте, где сейчас находится ДК. Уже в советское время в Новоалексеевском открыли месторождение кварца и горного хрусталя. Параллельно добывался малахит, мрамор, яшма, змеевик. Затем появился колхоз. Животноводством здесь занимаются до сих пор. Сейчас в Новоалексеевском построено порядка 500 домов. Официально зарегистрировано около 2000 человек. И в день рождения традиционно звучат пожелания. У нас, в общем-то, здесь и так все хорошо налажено. Но чтобы еще было как бы для детей, побольше было всяких кружков, процветания, всем-всем-всем здоровья. Новая инфраструктура, чтобы процветало, население росло, чтобы площадки были детские, потому что детям как бы это, чтобы дети развлекались. Детские площадки в Новоалексеевке уже появляются. Две недели назад новый игровой комплекс установили во дворе на 8 марта. Новые качели, горку и песочницы привезли активисты молодой гвардии «Единой России». В день села молодогвардейцы тоже приготовили подарок. Село Новоалексеевска является важной артерией, связующей артерией между Екатеринбургом и Первоуральском. И поэтому активисты молодой гвардии, активисты партии «Единой России» не могли остаться в стороне в организации «Дня села». Сегодня мы подготовили бесплатный фестиваль красок холи, детский праздник и, конечно же, фееричное выступление рок-группы «Железная зона». Народные гуляния в Новоалексеевском продолжались до позднего вечера. Евгения Чарцева, Евгений Шилов, Служба народных новостей.